Добрый вечер. Черномырдин запомнился нам афоризмами. Ведь мы же слово ценим больше, чем дело. Виктор Степанович был знаменит тем, что страну, конечно, уничтожал. Его диверсионная деятельность по подрыву нашей экономики была всеобъемлющей и масштабной. Создание Газпрома — это очень серьезное достижение, которое в немалой степени сказалось и скажется в перспективе на самочувствие нашей страны. Но зато Виктор Степанович говорил увлекательно. Он был парадоксален, афористичен и нравился, поскольку развлекал. Ведь в конце концов, какая разница? Все равно мы летим в пропасть, все равно у нас перспективки так себе. Но зато в дороге было весело. И когда Виктор Степановича не стало с нами, его пинком в зад вышвырнули из большой политики в Малую Украину, туда на деляночку, чтобы он тихонечко разбирался по поводу сала и газа в напитках, ценных анекдот на эту тему, почему через Украину пепсиколу не возят. Потому что украинцы, если что, готовы оттуда газ откачать. Чтобы он этим занимался тихонько. Опять-таки на нашей стране это не сказалось никаким образом. Даже ухудшить серьезные отношения с Украиной не удалось. Но мы потеряли блистательного оратора, который в этом разговорном жанре был, конечно, не читая Жваневскому. Но Петросяну-то, конечно, мог составить конкуренцию. Благо Петросян все-таки одноклеточный и с таким элементом подлости. Именно поэтому его любят и знают больше, чем Жваневского. Для узкого округа Петросяна это для тех, кто по поводу пива всегда беспокоится. И Билл Степанович был в этом отношении блистателен. Он выходил на трибуну и чего-нибудь такое шикарное говорил. Когда летишь в пропасть, в общем, слово Замполита иногда стимулирует. После его ухода, собственно, а что у нас осталось? Ну, у нас, конечно, есть специальная увеселительная партия, называется ЛДПР. Но все-таки лидер этой массовки, во-первых, он давно уже надоел. Во-вторых, он не столь блистательный оратор. С парадоксами у него сложненько. И вообще рангом он не вышел. И была такая вот какая-то пауза, чего-то не хватало. И потом, на наше счастье, в серьезную политику вторгся Дмитрий Анатольевич Медведев. Ну, и он, конечно, номер отработал. Он тоже не столь афористичен. У него краткость, но явно не его сестра. Но уж если он берется что-нибудь объяснять и говорить, то, конечно, труп Виктора Степановича тихо остывает в сторонке. Дмитрий Анатольевич, он настолько в отрыве от нашей жизни. Он до такой степени надеется, что мы, в принципе, не помним, что происходит в этой стране, чего конкретно он натворил, и вообще, как мы живем. Он до такой степени не с этой планеты, что с него можно писать марсианские хроники. То есть, если Дмитрий Степанович, с Виктором Степановичем можно было писать, ну, в общем, некоторые сборники афоризмов, с Жириновского, ну, определенные половые пожелания к женщинам. Сейчас Джигурда, кстати, лучше, чем Жириновский отрабатывает этот номер. То Дмитрий Анатольевич, он, конечно, в марсианских хрониках великолепен. И вот вчера у нас Дмитрий Анатольевич, он дружил с молодежью и традиционно радовал. Справлялся с задачей. Как раз нечаянно разговор вышел на цены по бензину. И в надежде на то, что мы все одноклеточные и вообще упали с другой планеты, то есть пока Дмитрий Анатольевич плавно на парашюте спускался с Марса на Землю, то мы, видимо, рухнулись либо с дуба, либо с Луны. Поэтому мы отшибли в полете мозги. Ну, у нас оборудование, конечно, послабее. Парашютик так себе, эскафадр не мощно изолированный. Поэтому мы долетели в худшем агрегатном состоянии, без памяти и без понимания того, что было. И, конечно, уж не имея никаких абсолютно зацепок в голове по событиям, разворачивавшимся в период президентства Дмитрий Анатольевич. Поэтому Дмитрий Анатольевич рассказал совершенно парадоксальные вещи. И самое главное, что он умело объяснил, насколько государство важнее личности, до какой степени проблемы отдельного человека ничтожны на фоне проблем государства. Вот он дал понять, это чрезвычайно важно, что государство важнее, сильнее и главнее человека. То есть самочувствие государства — это очень серьезно, а проблемы людишек, да плевать на них тысячу раз. И каждый раз, когда Дмитрий Анатольевич, например, берется вот в такой тональности рассказывать о том, зачем у нас государство, ну, с одной стороны, начинаешь сразу чувствовать слегка его воспринимать, как Эдварда Сноудена, который дает утечку информации. С другой стороны, конечно, чем хорош Сноуден, тем, что он не открыл ни одной тайны. Он говорит о совершенно банальных вещах, и в этом отношении Дмитрий Анатольевич тоже никакой тайны не открыл. Он говорит о совершенно банальных вещах. Но услышать подтверждение от микрофона такого ранга — это, согласитесь, в нашей жизни, лишенной серьезных развлечений, особенно интеллектуальных развлечений, это очень серьезный результат. И по поводу, вот, непосредственно привилегии государства перед человеком, Дмитрий Анатольевич как раз и сказал, что, конечно, рост цен может даже быть зависим от стоимости барреля нефти. Дословно он сказал, рост цен замедлится и может даже грохнуться вниз при одном условии, если завтра грохнутся цены на нефть. А вот дальше внимание. А это для нашей страны еще большая беда, чем рост цен на бензин. Вот для нас, как для потребителей, грандиозная беда — это рост цен на бензин. Это в целом и для экономики, и для нас, как для конечного потребителя любого продукта. А с точки зрения Медведева, большей бедой является, конечно же, падение цены на баррель нефти. Поскольку мы не все упали с Луны и не все рухнули с дуба, то мы помним, как во времена Дмитрия Анатольевича как раз баррель-то падал, а цена на бензин росла. Конечно, из этого мы сделали вывод, что наше топливо сделано как минимум не из нефти. Но эта картина продолжалась в течение длительного периода. Баррель падал, падал и падал, а цены на бензин росли, росли и росли. Поскольку в нашей экономике абсолютно ничего не изменилось, то Дмитрий Анатольевич, видимо, подразумевает, что страницы его четырехлетнего правления не было, либо это было не его правление, поэтому он не при делах, и это позволяет ему рассуждать в такой отстраненной тональности о том, как именно цены на бензин в нашей стране связаны с ценами на нефть. Но это не к нему, не он же определял это. Молодец, это был приятный эпизод номер один. Приятный эпизод номер два, который там же в этом разговоре обнажил его неафористичную, но тем не менее парадоксально интригующую сущность в изложении материала, она была по поводу того, что если вдруг у нас есть где-то необоснованный рост цен, то на это должны реагировать правоохранительные органы. С точки зрения Дмитрия Анатольевича, они должны бить по рукам, ну и потребители, кстати, тоже должны об этом говорить. Дмитрий Анатольевич, вы, конечно, не помните, но мы вам об этом говорили. Причем на протяжении четырех лет. И именно в период вашего управления у нас случился передел рынка на Алтае, когда один очень серьезный монополист попытался избавиться от вяло текущих конкурентов, учинил на Алтае жесточайший топливный кризис, который, кстати, потом выплеснулся волнами по стране. И поскольку монополист играл всерьез и за свою личную прибыль, то он выбил с рынка независимых операторов топлива, которые остались без бензина, был перекрыт кран, и тем самым расчистил под себя площадку. В результате чего начался безудержный рост цен, а ФАС, ну этот такой вот тихо подтявкивающий и лишенный полномочий орган, провел расследование, за это ему спасибо, и установил наличие картельного сговора. Дмитрий Анатольевич, когда вы говорите о том, что необоснованный рост цен, на него должны реагировать правоохранительные органы и бить по рукам, вот там по рукам не били, и в ваше президентство почему-то не последовало абсолютно никаких правовых результатов этой деятельности. Картельный сговор был доказан, но он, оказывается, не является у нас ни в коем случае уголовным деянием, никто не сел. Монополист великолепно выиграл битву за регион, закрепился там, после чего начал диктовать свои цены. И вы сейчас призываете молодежь, с которой вы тихо и нежно пообщались, к тому, чтобы они о чем-то вам говорили. А что толку? Мы вам много раз о разном говорили и аккуратно подавали вам правильные ответы. И был очень хороший момент, когда вы, например, запретили нам пить за рулем в очередной раз, хотя мы никогда и не пили, в отличие от воспринимающего по утрам пивко перед всей страной. И многократно вам объясняли о том, что это неправильная мера. И сейчас... Вадим Владимирович, большое спасибо, что вы, наперекор Дмитрию Анатольевичу, этот вопрос в нашу пользу опять решили. Так вот, если помните, мы к вам даже Лысакова подослали, который вам объяснил еще раз, после чего вы вышли к прессе и сказали, не, ну объясните мне, но я пойму, я упираться не буду. Мы вам 4 года объясняли, до вас не дошло. После чего Лысаков к вам подкрался и объяснил еще раз, до вас опять не дошло. После чего вы вышли к нам и сказали, объясните вам наконец-то. Вот сейчас, когда вы призываете по поводу роста цен вам что-то объяснять, покажите ту дырочку, в которую свистеть надо. И не менее блистательно, конечно, тоже не афористично, не по черноморьину, но очень умно было вами замечено, что альтернативные виды топлива желательно развивать. Знаете зачем? Не потому, что это нужно потребителю, и не потому, что это выгодно экономике, а потому, что при этом случае, в этом случае, производители бензина будут чувствовать себя в каких-то определенных рамках. Ух ты, как интересно. Оказывается, для того, чтобы производители топлива были в каких-то рамках, не нужна прокуратура, не нужен следственный комитет, не нужны расследования ФАС, то есть не нужно ничего из тех государственных атрибутов, которые напрямую обязаны заниматься борьбой с необоснованными ценами и определять те самые рамки, за которые ходить нельзя, потому что все эти государственные институты не определяют абсолютно ничего. И Дмитрий Анатольевич полагает, что альтернативные виды топлива нужны как раз для того, чтобы у нефтяников не было монополии. Для того, чтобы у нефтяников не было монополии, нужно, чтобы у государства не было коррупции. Всего-навсего. И тогда получается как раз и конкуренция, и перспективы. Спасибо, что, конечно, не как черномороде, но тем не менее нас развлекли. Новости. От развлечений с Дмитой Анатольевичем переходим к развлечениям с Сергеем Асланяном. 5 баллов. Пробок абсолютно никаких. МКАД, особенно на юге, стоит насмерть. Ну, не будем обращать на это внимание. Пробки мы давно победили. Телефон 6510996. Вячеслав, здравствуйте. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Добрый день. Вы знаете, у меня достаточно простой к вам вопрос. Я уже определенное количество лет являюсь обладателем целой серии автомобилей Volvo. Это S40, S60, S80, парочка X70. Вот была бензиновая, сейчас дизельная. И задумываясь об освоении следующей линейки, я посмотрю в сторону Mercedes. В том числе ML и GL. Когда я пробую сконфигурировать более-менее такой достойной комплектации, я практически сразу же попадаю в ценовой диапазон GL. Вот хотел бы выслушать ваше мнение на эту тему. Стоит ли балансировать это на грани хорошего ML или все-таки уже уйти в GL нишу? Во-первых, очень правильно, Вячеслав, что вы потихонечку меняете весовую категорию и уходите из самозваного премиума в более-менее осмысленный премиум. Это совершенно логично. Это говорит только о том, что у вас очень правильные пристрастия и верные ориентиры. ML-ка новая. Вот сейчас истекает тот самый зачетный год, после которого машину можно брать. Но когда вы меняете приличную машину на статусную машину, здесь, конечно, хотите вы или нет, играет очень весомую роль уровень этого статуса. ML- это неплохо, но вот ровно потому, что есть GL, получается, что ML-ка, хотите вы того или нет, все-таки бабская. GL- это ответ сразу всем, по любому вопросу, навсегда. И если ситуация позволяет, то, конечно, GL взять интереснее, тем более, что мы сейчас тоже кое-что поменяли. У него теперь новые лампочки в фарах, у него рестайлинг, там на бампере еще две финтифлюшечки, и у него очень серьезный апгрейд программного обеспечения. Машина стала интереснее. Она как раз скорее в том числе и внедорожник, а не только городской аппарат. Но и в целом это ответ на любые незаданные вопросы. GL- это очень хорошо. Ну, смотрите, единственное, что бензин или дизель. И если, да, то какой? Поскольку мотор в гамме достаточно большая, там есть и дизеля, и бензины. Не помню сейчас, остался ли у них 400-й дизель. Если остался, то только не его. То есть абсолютно любой мотор можно, кроме 400-го дизеля. Это самый неудачный двигатель, который у них когда-нибудь был. Екатерина, здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Спасибо вам большое за передачу. Спасибо вам, что терпите и слушаете, и стоите в пробках. Вы так повышаете наш уровень знаний. Спасибо вам большое. И за это, и за гражданскую вашу позицию. А вопрос дурацкий совершенно. Мы живем в загородном, в Московской области. У нас Nissan Pathfinder. И нам нужно его менять. Мы уже скоро 100 тысяч наездим за 5 лет. Но не хочется терять комфорт. Но хочется, чтобы это был внедорожник. Небольшой. В общем. Ну и денег, чтобы там, ну, миллион пятьсот. Миллион восемьсот. Так. Вот, значит, 5 лет тому назад вы брали машину в кризис. Когда она была... Нет, мы не брали ее в кредит. Просто у нас было две машины, мы мало наездили. У нас еще Mazda была такая, БТ-50 типа. Ух ты. Да-да-да. Просто муж охотник, у нас собаки, у нас то-що. И живем в своем доме. Замечательно. И вот... Красота. А сейчас что делать, неизвестно. Продать все машины и вообще забыть про Москву. Хорошо будет. К сожалению, надо зарабатывать и как-то. Поэтому так не получится. Охотой? Собаками? Охотой. Не, собачка теперь болеет. Мы теперь не ездим на охоту. У нее артрит. Ну, ружье-то у мужа осталось. Ружье есть. Можно. И будем об этом по радио, да. Прокормиться-то можно. Ну, а все-таки вот что? Ну, посоветуйте, потому что вы так всем хорошо рассказываете. Но вы же уже какие-то машины смотрели по Спотфайндеру, тем более... Мы уже смотрели Opel какой-то вот на... Извините, я очень... Антара. Да, наверное. Смотрели Mitsubishi Outlander. Ух ты. Но Outlander, он как-то меньше. Да, так и Антара меньше. Я... Да. У вас... Вот ваш Патрол какой-то, он... Патрол? А на Патрол вы как? Не, он совсем большой, как бы. Ну, и денег он стоит. Да, денег он стоит. И Дает Эллен Крузер 200-е тоже стоит денег. Ну, правда, утюжок неплохой для проникновения в Москву. Вот, Екатерина, тут такой маленький момент. Патфайндер это все-таки не кроссовер. Это уже внедорожник. Вам внедорожность его нужна была или просто так получилось, что вы сели на равную машину? Нужна, нужна, потому что вот один раз мы вечером приехали домой, а к дому мы подъехать не можем. Нам еще надо 300 метров проехать. Продвижность. А снега, извините, больше, чем по колено. А вот тогда все совсем плохо, потому что всякие Антары, Аутлендеры и прочая техника это кроссоверы, которые для того, чтобы скользить по паркету красиво, а нормальные внедорожники их вообще мало, поскольку ну, а кто, собственно, нуждается во внедорожниках? Знаете, как 911 позвонил, и к вам прилетели волшебники в голубых вертолетах, и вас спасли, это если в Европе. А у нас получается, что, соответственно, либо лендроверы, которые в этом сугробе тоже могут умереть, либо это Митсубиси, например, Паджеро, либо Паджеро Спорт, либо вот тот самый здоровый ящик под названием Патрол или Лендкрузер 200. Ну, в конце концов, Прада 150-й. А все остальное, это уже, так, игрушки? Ну, а тот же подсантер, если на другой менять, вы тоже считаете, что он не очень хороший, да? Вот менять то же самое на то же самое, это... Шило на мыло, да. Ну, вот сейчас доживет на конвейере последний год, его сейчас снимут, вместо него придет финтифлюшка, безделушка как раз в таком же ценовом диапазоне и, по сути, как Аутлендер, потому что внедорожность у них остается только либо у пикапа, даже у двух пикапов, там же еще есть там НП-300, либо у Патруля. И если дилерская сеть Ниссана вас не разочаровала, либо вы научились грызться с ней квалифицированно, то вот Патрол, он вас пронесет аккуратно на руках через неприятности. А как только вы уходите ко всяким там Аутлендерам и Антарам, или там Коптивам, или, например, Икстрейлу, это машина, которая в состоянии биться за вас ровно до тех пор, пока она не зацепится за что-нибудь пузом. То есть своей геометрической непроходимостью. Это легковые машины повышенной проходимости. Они вас довезут до сугроба, аккуратно туда вывалят и скажут, ну, хозяйка, ты лопатой, ты помаши, а я уж аккуратно потом подъеду к дому так и быть. В отличие от того же самого Паттфайндера, который мог биться, или, например, Паджеро, который в состоянии, в общем, как-то постараться вас туда доставить прямо-таки к заборчику нежно. Сергей, ну, все равно тогда что лучше, Nissan или Матза? Митсубиси. Так, минуточку, Ниссан какой? Ну, Патрол, допустим, или Митсубиси. Митсубиси лучше, потому что дешевле. Митсубиси Паджеро. Он дешевле. И в этом его серьезный выигрыш. Потом все-таки, в отличие от Патруля, он бывает еще дизельным. Это тоже неплохо. Да, дизельный, да, даже лучше. И единственное, что если вы возьмете Паджеро, то обязательно сразу ставьте ему подогреватель Вебаста. Потому что он вас выморозит так, что, конечно, вы в вечной мерзлоте сохранитесь лучше, чем на свежем воздухе, но ни к чему так экстремальничать. Вы же все-таки не консервы для того, чтобы храниться так долго. И Паджеро, он чем хорош? У него есть функция постоянного полного привода. У него есть очень даже не лишняя блокировка задняя принудительная. И на хорошей резине вы можете даже так очень мужественно съездить в Москву, а потом также мужественно оттуда удрать. Конечно. Ну тогда можно добить уже Паджеро или Паджеро Спорт? Тоже две разные штуки. Паджеро Спорт, он рамник. И он, конечно, для серьезного бездорожья. Он хорош всем. И у него моторчик, казалось бы, при небольшом объемчике, тем не менее, дееспособный. Он хорош еще тем, что очень мало потребляет солярки. Он реально экономит. Ну, по салону он ближайший друг и родственник вашего Pathfinder. И, собственно, чего? Вот он такой есть, близкий и понятный. Паджеро в этом отношении интереснее. Он пошире, пообъемней. У него есть большой багажник. И на нем можно в городе рулить. И он все-таки очень достойный аппарат. А если вы даже еще будете по буеракам скакать совсем решительно, то у большого Паджеро вы подбеску не пробьете, а у Паджеро Спорта вам нужно будет немножко заняться ее апгрейдом. Ну, ценник опять-таки... Спасибо вам, Сергей. Спасибо вам большое-пребольшое. Вы ответили прямо на все мои вопросы. Вот. Екатерина в школе была явно отличницей. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. И, собственно, два вопроса. Первый очень простой, короткий. Это касательно замены масла в автоматической коробке передач. Вот. Скажите, пожалуйста, каким способом лучше менять? То есть это аппаратный способ. Посредственно того, что замещается старое масло на новое. Либо частичный слив, долив. Там нужно проехать сколько-то километров. И, опять же, та же процедура повторяется. И таким образом несколько раз. А вы будете сами это делать? Дома в гараже на коленах? Нет, нет. У дилера? Нет, нет, нет. Это не у дилеров. Потому что дилер говорит, что в коробке масло не меняется. Врет. Ну, врет. Но, тем не менее, как бы даже в сервисной книжке об этом написано. Ну, мудреный горьким опытом на предыдущем автомобиле ровно после 100 тысяч пробега автомат приказал долго жить. Поэтому на 50 решил поменять на новом автомобиле масло. Ну да, на 50, на 60 уже точно надо менять. Здесь вариант такой. Все коробки разные. Слить на 100% оттуда масло не получится. Поэтому вы обречены на длительное промывание. Вопрос, сколько у вас есть на это времени? Вы можете слить, поездить, слить, поездить, слить, поездить. Тогда есть вероятность того, что вы по сусекам выскребите оттуда абсолютно все отложения и всю ту требуху, которую там накрошила физика по углам. То есть, если у вас есть возможность долго этим заниматься? Ну, чтобы автомат, наверное, служил дольше, то, наверное, стоит этим заниматься. Но, тем не менее, поддон нужно снимать. Там, вот, читал на формах, что откручивается поддон, тем самым там еще и промывается фильтр, как-то снимается, либо меняется, либо промывается. И поддон вычищается, в котором находится, как раз, сеть отложения. А, то есть вы имеете в виду поддон картера? Ну, поддон вот этой коробки передачи даже. Да, то есть вы, на самом деле, собираетесь совместить замену масла с механической чисткой. Да, как вариант, в трепетных руках, тем более, что у вас, если в открытом доступе будут какие-нибудь золотнички, никогда не вредно их заодно продуть. То есть, чем тщательнее, тем лучше. Новости. Пробки в Москве побеждены окончательно, всего лишь 6 баллов. Все нормально, кольца стоят. 65, 10, 9, 9 и 6. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Рад послышать. Привет, да, я вас тоже очень рад слышать. Привет вам с юга МКАДа, кстати. Тут, вы знаете, очень весело. Да, я смотрю по карте, пробки там никакой нет на юге МКАДа. Все отлично. Я здесь стою уже так, 30 минут. Мне просто весело посмотреть по сторонам, вы знаете, здание, природа. Да, вы на внешней или на внутренней стороне МКАДа? Я на съезде с Каширки на МКАД в внешняя сторона. Ой, как хорошо. Ну, ничего страшного. Да, очень весело. Самая малость. Я вам обещал сюда звониться и хотел бы поблагодарить еще раз за поздравление с днем рождения. Моадрес. Вот, мне было очень приятно. Пожалуйста. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Да. Да, спасибо вам еще раз. И хотел бы поговорить по поводу темы, которую вы подняли в начале программы, касаемо Медведева. Ну, вы знаете, у меня возникает такой финиш, что человек, он не то что из нашей страны, но не с нашей планеты. Да. Потому что бред, который он несет, ну, это уже, мне кажется, смешнее, чем у Жириновского. Ну, по-моему, вопросов никаких быть не может человек, который запомнился отменой времени. То есть, это крокодил, который украл у нас солнце. Это, во-первых. Ну, и отменой промилле. Да, где, ну, у меня были действительно случаи у моих друзей, которых просто так лишали прав, когда там было 0,02 промилле. То есть, ну, это просто смешно. Вот. И при этом судебная система, опять же, никак не защищала людей. Вот. Да. И сейчас, говоря о нефти, ну, спасибо ему большое, что он мне открыл глаза, а то я этого не знал. Ну, как и полстраны, в общем-то. Поэтому, наконец-то, я все-таки высказался в прямом эфире про человека, которого я уже очень сильно не уважаю. Это, мягко говоря. Но заодно вы открыли страшную тайну. Она у меня была в качестве догадки. А вы-то как раз ее открыли полностью, что он не с нашей планеты. Ну, видимо, видимо, да. Сергей, опять же, уже получил от вас ответ по поводу моего вопроса на Фейсбуке. Но хотел бы кое-что уточнить. Мандео дизель с седаном. И вылетела у меня подушка, видимо, которая КФП, опора двигателя. У меня все-таки вопрос с тем, как себя именно конкретно вести у дилера. Потому что вы мне написали, что это четко не может быть по моей вине, данная поломка. И что именно говорить. То есть на какие статьи, возможно, упираться нужно. Вот, Александр. Значит, самое главное в вашей позиции. Вы не должны ничего доказывать. Они должны доказать вам, что это дефект. Подушка двигателя сломалась, потому что вы ее ломали. Да, интересно, каким образом. У меня защита картера стоит. Да, то есть вы должны были грохнуться машиной об Россию таким зверским образом, что у вас аж прям подушка двигателя кончилась. При этом все остальное почему-то не кончилось. У вас нет внешних повреждений вокруг ни на чем. То есть у вас там диск не погнуло, у вас защиту не пробило, у вас лонжерон не повело, у вас амортизатор через капот не вылез, а вот подушка двигателя почему-то кончилась. Очень любопытно причем. Да, совершенно верно. Причем поднимали машину, и я смотрел на защиту картера, она не прижала ни двигатель, ничего. Ну, там есть пару вмятинок, но это именно вот защита, она для этого, в общем-то, и служит, чтобы защищать. Она и защитила. Но никаких других дефектов больше нет. И, в общем-то, я был очень сильно удивлен. Александр, значит, с этой минуты вы начинаете копить документы, то есть вы приходите и письменно пишете, даже в заказ наряде, суть этого дефекта. И они должны вам также письменно сказать, например, что дефект не подтвердился, либо дефект подтвердился по вине потребителя. Объясните, почему, каким образом. То есть вот выходит такой весь из себя человек во всем белом, он говорит, да ты сам виноват. Обоснуйте, пожалуйста. Будьте столь любезны, что в данном случае, если вы заявляете какую-то позицию, особенно по рекламации и особенно по качеству изделия, обоснуйте, пожалуйста, с какого хрена вы решили, что это сделал я? Может быть, я туда залез и... Да, и вы топором рубанули. То есть они будут вам писать всякую ересь на уровне отписок, вы сразу поднимаетесь на уровень старших. То есть с вами будет говорить какой-то клерк там, ну, условно говоря, мастер-приемщик. А кто старшей смены? А кто у вас генеральный директор сервиса? А давайте мы с вами поговорим. Пожалуйста, у вас есть книга отзывов и предложений, принесите мне ее. Жалоба сюда. И жалоба, копия этой жалобы в Роспотребнадзор. Роспотребнадзор чем хорош? Он принимает жалобы в электронном виде, а отвечает в письменном. Поэтому как только Роспотребнадзор получает жалобу от вас, он тут же бежит за взяткой. И, конечно, вам никто ничего не даст. Но они из них выгрузут какое-то количество денег. Не в вашу пользу, но и тем не менее... Я буду хоть удовлетворен. Да, да, да. И у вас, как только вы переходите в официальную плоскость, они обязаны вам давать официальные ответы. В книге жалоб, она же книга отзывов и предложений, у вас должна начаться с ними интимная переписка. Они не вправе игнорировать. В случае, если они вам не ответили на письменную жалобу, занесенную в эту книгу, вы пишете еще раз в Роспотребнадзор, и он прибегает и штрафует их уже только на одном этом основании. Что тоже приятно. И эта бодяга может быть очень долгой. Потом вы еще займитесь представительством, и когда у вас будет некоторое количество бумаг и отказов, вы найдите меня через Фейсбук. Я с удовольствием с вами займусь этим на уровне представительства Форда. Мне будет очень любопытно посмотреть, что мне фордовцы скажут по поводу того, как вы сломали подушку на двигателе. Да, обязательно. Ну, я знаю, что вы отвечаете, помогаете всем. Спасибо большое вам, Сергей, за консультацию. Спасибо большое за вашу программу. Очень приятно слушать. Александр, спасибо вам. Ну, мы с вами оба хорошие. Кстати, хороших нас на самом деле много. Встречал неоднократно. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Степанович. Спасибо вам огромное за вашу передачу, за ваш профессиональный... Спасибо. А как ваше отчество? Если я Степанович, то вы? То я Кирилл Валентинович, получаю. Кирилл Валентинович, я рад вашему звонку. Знаете, в последнее время меня аккуратно в коридоре встречает руководитель радиостанции и говорит, ну, как же так? Вот ты так долго слушаешь дифферамбы в свой адрес. Ты давай как-то покороче. Покороче, а то ты единственный, кого хвалят. Ну, уже надоело. Так что, Кирилл Валентинович, переходим к делу. Да, у меня вопрос немножечко не про автомобили, а, скажем так, околоавтомобильная тематика. Подскажите, пожалуйста, нужно ли, если становиться спортивным журналистом, просто я перед выбором профессии нахожусь по возрастному своему цензу, и вот автомобилями всегда грезил, занимался картингом, пока позволял семейный бюджет, но как бы в профессиональный автоспорт, естественно, не попал. Что правильно, потому что вы тем самым сохранили себе здоровье. С одной стороны, тоже верно, но все равно автомобили не покидают, все равно мечтаю. И вот вопрос такой, нужна ли техническая какая-то специальность или, может быть, спортивная, серьезная прошлое, чтобы как-то в этой сфере найти место под солнцем? Кирилл Валентинович, тут, я так понимаю, профессии две пересекаются, спорты и автомобили. Или это спортивные автомобили, это одна профессия? Вот вы в какую конкретно дуду собираетесь поиграть? Ну, ближе, скажем, это автоспорт. Поскольку у вас спортивный бэкграунд уже есть, вы бывший картингист, то есть у вас есть определенное понимание, вы умеете строить траекторию, вы понимаете динамику разгона, тормозную динамику, даже знаете, что такое управляемость. Да, и даже могу произнести распределение крутящего момента по осям без запинки. Да, 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 это дорогого стоит. То есть у вас уже определенная сумма знаний есть. Дальше вопрос звучит следующим образом. Для того, чтобы быть журналистом, нужно ли быть журналистом? Журналистика — это не профессия, это стечение обстоятельств. И на журфаке МГУ Ясен Николаевич Засурский и по сию пору почетный ректор журфака, он всегда говорил студентам, имейте в виду, что единственное, чем мы не сможем вас сделать, так это журналистами. Мы сможем вам дать сумму знаний, научить вас грамотно писать на русском языке, а будете вы журналистами или нет, зависит от вас. Если вы при этом еще имеете какую-то техническую составляющую в виде знаний, в виде опыта, это, конечно, огромный плюс. Но автомобильная журналистика в нашей стране, и спортивная в частности, она всегда была на восьмых ролях, и в основном она привлекает людей, у которых не получилось больше нигде. Хотел полететь в космос, выгнали из отряда космонавтов пинком в зад, пошел торговать запчастями, потом открыл автомобильный журнал. Или, например, хотел торговать пивом, не получилось, понял, что на фоне Мерседеса смотреться буду не хуже, чем на фоне пивного ларька. И вот таким методом исключения огромное количество людей пришло, и вы же видите, насколько низкого, наверное, 18-го сорта автомобильной журналистики в нашей стране. Единственное автомобильное издание, которое в этой теме определяет параметры, несет информацию. Это авторевизм? Да. Это авторевизм. Все остальные — это калька и вылизывание рекламных задниц в порыве получения денег и переписывание пресс-релизов. Открой любой автомобильный журнал, там нет информации. Там есть глянец, самолюбование и незнание темы. Для того, чтобы вступить в эти стройные ряды неудачников и шарлатанов, в принципе, не надо ничего, кроме наглости и амбиций. Прийти и сказать, да, я тоже автомобильный журналист, сейчас я вам тут такое про Поршачка расскажу. Все очень любят написать что-нибудь про Порше, про Мерседес, про Кадиллак, потому что это круто, и на этом фоне можно так поцикать зубом, сказать, разве нимфа кисть дает туда из-за в качели. Но, поскольку знаний практически нет ни у кого, единственное издание, аккумулирующее профессионалов, это авторевью, у вас есть шанс, во-первых, уже сейчас, вступая в тему, оказаться, может быть, единственным носителем знаний, а если вы еще каким-то боком зацепите что-то сугубо прикладное, например, МАДИ, да в сочетании с хорошим русским языком, лет через 5-7 вы будете, может быть, одним из основных автомобильных журналистов в нашей стране с широким диапазоном от спорта плюс экономика и, включая технику, в которой практически никто не разбирается, что такое поворачиваемость, избыточная или недостаточная, ну, знает, наверное, человек 5 на 8 тысяч автомобильных журналистов страны. Ну, даже так. Ну, посмотрите, что они пишут. Они не представляют себе, о чем речь. А тем более, очень многие в последнее время начинают хвастаться о том, что они нашли нейтральную поворачиваемость в автомобиле, а нейтральная поворачиваемость, она бывает только у трамвая. Но они об этом не знают. И пишут с большим удовольствием. А все остальное, ну, молодцы ребята. Если у нас в какой-то момент автомобильная журналистика прекратит свое существование, страна об этом даже не догадается. Ну, мы с вами догадаемся, что поводов для улыбок станет меньше, а рядовой клиент нет. Посему у вас на распутье вопрос ставится так. А не зайти ли за профильным образованием, например, в МАДИ или в МАМИ, или не пойти, например, на ЖУРФАК? Это вот такие две стилизи. Ну, это два возможных варианта, два возможных пути. В то время, когда я работал еще в советские времена, ну, в силу того, что я очень древний, я застал еще советскую журналистику, я был вот среди тех мастеров, которые как корифеи парили надо мной, это были уважаемые, замечательные люди, и ни у одного из них за плечами не было ЖУРФАКа. Они все заканчивали все, что угодно, и именно за счет этого у них был очень широкий диапазон, потому что они знали профессию, они знали тему, они могли писать об экономике в силу того, что очень многие из них заканчивали что-то экономическое. Было много инженеров по совершенно разным прикладным техническим знаниям. И в журналистике, научившись красиво, грамотно, толково излагать, они добились гораздо большего, чем даже выпускники ЖУРФАКа. Потому что выпускник ЖУРФАКа — это человек, который, может быть, вообще не знает темы, но считает себя мастером интерпретаций. Вы мне расскажите, о чем, а я уж вам так мастерски это все опишу. При этом не зная тему. Да, при этом не зная тему. И журналист обязательно, в первую очередь, определиться с темой. А потом уже глубоко копать. Вот насколько глубоко копать позволяет, конечно, и его внутренняя потребность, у некоторых же нет потребности глубоко копать. И внутренняя потребность, и уровень мастерства, и желание поучиться. Потому что ведь учиться можно по каким-то косвенным признакам. Например, достаточно читать Веллера, грамотно читать Веллера для того, чтобы получить пример блистательного русского языка. Можно почитать Бухова и Аверченко для того, чтобы получить представление о том, как выглядит юмор в изложении любой очень серьезной темы. Можно перейти к Жванецкому. Просто Жванецкий — это такой уровень, который не всегда будет понятен читателю. Если вы при этом еще инженер, тогда у вас есть очень хорошая перспектива быть одним из самых грамотных автомобильных журналистов в стране. Перерыв на новости. Пробки в Москве побеждены окончательно. Всего лишь 7 баллов. 65, 10, 9, 9, 6. Здравствуйте, Олег. Сергей, здравствуйте. Вы дождались. Да, дождался. Ну как, ходовая, кстати, более-менее едет. Целых 10 метров в час. Не гоните так! Нельзя, права отберут. Это превышение. Вы что? Вы должны все-таки уважать пешеходов. 4 км в час — ваша скорость. Хорошо, буду придерживаться. Аккуратней, аккуратней. Звоню вот по какому поводу. Опять про компанию Ford. Вот как и некоторое время назад там занял слушатель. Да, Александр. Вот что возмутило. У меня тут какой-то, вот буквально неделю назад, брат захотел купить себе Explorer. И тут смотрю, компания. У Рольфа, значит, только два дня. Ford Explorer. Всего 998 тысяч рублей. Я думаю, ну, как-то странно. Вот, везде написано 998, плюс рассрочка беспроцентная на 50% стоимости в течение 12 месяцев. То есть, ну, вот по логике вещей, думаешь, 998, то есть 500 тысяч рублей плачешь и еще 500 в рассрочку. Ну, просто сказка. Ну, подумал, наверное, сказок все-таки не бывает. Позвонил в Рольф и говорю, ребята, а у вас есть такие машины за миллион? Они говорят, откуда вы знаете, смс, что ли, пришло? Я говорю, да нет, вот у вас на главном сайте такая вот акция, везде реклама написана. Они говорят, нет, вы неправильно поняли. Это миллион первоначальный взнос. Я говорю, так где же у вас это написано? Это что, обман получается? На что внимание же говорят. Ну, если считаете обман, то да, действительно обман. Ну, так покупать-то будете или нет? Какой хороший. Вот такая вот добавная судьба. Просто возмутило до глубины души. Олег, во-первых, тут есть некая судебная перспектива для желающих. Я такие вещи вообще люблю. У меня почему-то рукавчики сами засучиваются. Во-вторых, Ford Explorer, он не для всех подходит. Вы же рекламу, наверное, по телевизору видели. Это машина для тех, кто служил в армии, для тех, кого... Я прекрасно знаю, я отговаривал, брат, от этой машины. Потому что лучше что-то другое. А это легковая машина с налогом 50 тысяч рублей и расходом 25 титров на 100. Ну, вот внешне понравилось. Да. Есть такой момент. Они в этом отношении молодцы. Внешность у нее действительно замечательная. А после того, как появился Range и Range Sport, который на самом деле трудно отличить от Ford'а. Вот такое ощущение, что сидели за одной партой, когда рисовали. Так это тоже приподняло статус машины. Мне, кстати, у Explorer понравилось то, что Ford официально заявил ресурс бензинового двигателя 240 тысяч километров. То есть они рассчитывают, что он сдохнет за 240, но это будет, скорее всего, уже в объятиях второго клиента. А первый после ста панически сбежит с этой машины, продав ее куда-нибудь через трейды. Итого, вас развели специально для того, чтобы вы позвонили. Ведь это и есть задача рекламы. Путем обмана либо злоупотребления доверием заставить вас к ним обратиться, после чего стать покупателем. Если вы в результате этого становитесь покупателем, то обман и злоупотребление доверия, это статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, мошенничества. Можете попробовать? Ну, для желающих. Я думал, куда-нибудь в Роспотребнадзору еще куда-то обратиться, потому что реклама-то у них на сайте до сих пор висит, но мне кажется, что это, ну, как бы, они реально обманывают людей. Написав, что миллион, новый Explorer. Ну, это же обман. Да. У нас борьбой с рекламой занимается антимонопольный комитет, как-то непарадоксально. Ему почему-то эту функцию отписали, а не Роспотребнадзор. Поэтому сделайте с Print Screen, запишите на диктофон разговор, в том числе можно просто не выходя из квартиры по телефону. Это будут уже первичные материалы. Для того, чтобы вам написали, проверка не подтвердилась, но, тем не менее, вы сможете умело поздравить косвенным образом представительство Форда с подобным блистательным маркетинговым ходом. Ну, это да. И вот второй такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, вот если купить новый автомобиль Audi в Белоруссии, будет ли гарантия действовать его в России? Есть ли у них международная гарантия или нет? Международная гарантия у них есть в обязательном порядке. Насчет того, вот как с Белоруссией, сказать не могу, потому что готов перезвонить в представительство. В представительстве с недавних пор у них большое везение. К ним пришел профессионал по пересе, по рекламе, по пиару. Это огромное достижение. Поэтому теперь уже, наконец-то, информация открытая. Я узнаю, если хотите, либо найдите меня через Facebook, я вам дам совершенно официальный ответ, либо в одном из эфиров я об этом расскажу, поскольку здесь маленькие нюансы есть. Белоруссия, она такая сама по себе, автокефальная, и она не очень интегрирована вообще в принципе в международную систему отношений. И вот по некоторым брендам немецким есть нюансы, уже сталкивался с этим, что какие-то фирмы белорусскую гарантию совершенно спокойно распространяют на Россию, а какие-то, наоборот, упираются и ни в коем случае не позволяют машинам выплескиваться за пределы Белоруссии. Как конкретно выглядит ситуация по Audi, узнаю. Ну понятно. А вообще, как бы, есть ли смысл покупать? Потому что я посмотрел по цене, и там получается, ну где-то на 300-400 тысяч машина дешевле. А стоит играться или нет? Ну, если реально получается, что 300-400, то, конечно же, вы сами знаете, что ни на одном асфальте города не валяется 300 тысяч. Вы помните, как Саша Корейко, он четко знал, где именно, на каком углу он найдет кошелек с деньгами, но, правда, так и не нашел, поэтому засучил рукава и заработал. 300 тысяч – это такие деньги, которые желательно сэкономить. Вопрос в другом. А Audi, у которых сейчас по двигателям такая катастрофа, а по коробкам у них общая ваговская проблема, является ли она той заветной мечтой, ради которой нужно так изгиляться? Дело в том, что вот уже сломали всю голову. Смотрели и BMW, и Mercedes, и Audi. Получается, что BMW, там тоже куча всяких проблем, заморочек и так далее. У Mercedes тоже проблемы. Ну, вот сравнивали, там, Q5, GLK и X3. И каждый со своими караканами. Плюс еще стоимость обслуживания. У BMW она просто космическая. У Mercedes тоже высокая. У Audi, ну, хоть как-то более-менее разумные цены. Это вы на Q7? Вы на кого замахнулись? На Q7? Они нет, Q5. Ну, то есть вы хотите Tiguan, но дорогой. Tiguan улучшенный. Ну, поскольку это одна и та же машина. Ну, как, там же универсальная платформа A5. По-моему, M&P, как-то так она называлась, платформа. А как-то, по-моему, это все-таки не Tiguanовская. Да нет, на самом деле это Tiguan. Просто немножечко с более широким диапазоном по моторам. Там несколько других моторов. И в том числе те самые TFSI знаменитые, которые якобы на всю жизнь исцелены от увеличенного жора масла. А на самом деле по сию пору заставляют серьезные неприятности. Дизель интересует только дизель. С дизелем? С дизелем не интересует. Ну, по дизелям нареканий слышал меньше. Тем более, что, конечно, ну, Q5 это очень неплохой автомобиль. Но неужели впрямую, сопоставляя его с ХЗ, Q5 привлекательнее? Он же унылый, как штаны пожарника. Хотя не такой угоняемый. Ну, не знаю. Просто BMW отпугивает надежностью и суммно дорогим сервисом. Просто космические их цены. А платить неизвестно кому дяде ни за что, ну, как-то тоже не вижу смысла. Если вам удастся выиграть действительно 300-400 тысяч при покупке Q5, оно того стоит. То есть вы получаете машину, ну, практически упакованную под 2 миллиона, но за меньшие деньги. Это, конечно, серьезный выигрыш. По поводу гарантии готов точнить. Супер. Я вам тогда напишу в Facebook. Да, в Facebook я там есть. Вы просто обозначили, что вот этот вопрос конкретно по Audi. Я думаю, что если не сегодня, то уже завтра я этот ответ буду иметь. Супер, супер. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Владимир, вы еще успеваете. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. У меня вопрос касается выделенных линий для общественного транспорта, в Москве непосредственно, который используется. Я вот как автолюбитель плачу налоги. Хотел узнать, действительно на них ли строятся дороги наши. И не на них. Вы имеете в виду транспортный налог? Ну, транспортный, да. Владимир, транспортный налог вы платите не на дороге, а за наличие транспорта. Вот был бы налог, например, на швейные машинки, вы бы платили не за одежду, а за наличие дома швейной машинки. Вот здесь то же самое. И у нас распределение налогов в бюджете, оно непрозрачное. У нас есть некая государственная копилка, мы туда все скидываемся. А куда, на что государство тратит, мы не смеем знать. А, то есть даже неизвестно. Я просто потому, что я не больше плачу за дорогу, чем человек, который не имеет машины. То есть я не делаю, мне кажется, что я вкладываю в развитие дорог в стране больше денег, чем вот простой человек, бабушка, которая сидит дома и не ездит на машине. В этом отношении мы с вами абсолютно уравнены с пешеходами в правах, потому что деньги на дороге идут из бюджета, из федерального и из региональных. Безотносительно владения машиной. Просто за то, что у вас есть машина, вы еще должны иметь некое финансовое обременение. Ну, чтобы не повадно было, а то что-то как-то накупили. То есть получается, в принципе, мое возмущение по поводу того, что я плачу налоги, а ездят пешеходы по этим выделенным линиям, а меня зажимают, это несправедливо я возмущаюсь. Ну, по крайней мере, не настолько конкретно. Здесь повод для возмущения в том, что нас пытаются столкнуть лбами с пешеходами, с тем, чтобы пешеходы ехали в автобусе с ветерком, а мы стояли в пробке и смотрели на то, как эти люди едут. Причем у нас большинство выделенных линий, они проходят над линиями метро. И поэтому доехать по этому же самому маршруту эти же самые люди могут с меньшими для нас проблемами. Но пробки, вот они, к счастью, побеждены, всего 7 баллов в Москве. Они для того и усугубляются с тем, чтобы вынудить нас перейти окончательно на ролики, на коньки, на велосипеды и на автобусы. Тем более, что нам же с вами объяснили, что у нас великолепно отрегулированы интервалы движения и качество транспортного услуги в Москве настолько запредельное, что мы просто из своего невежливого упрямства по сию пору пытаемся ездить на машинах. Понятно. Спасибо, Сергей, и за передачу тоже. Спасибо. Она перераспределяет аэродинамический поток с тем, что у вас часть грязи летела во все стороны, а не только вам на лобовое стекло. Если вы ее снимете, то на скоростях свыше 250 км в час это уже начнет сказываться. А вот если вы будете ехать на обычной скорости, у вас единственное, что геометрическая проходимость из-за этого улучшится. Вот и все. Так что, если есть возможность, аккуратненько возьмите отвертку и начните ее снимать. Либо туда железную какую-нибудь штуку засуньте, типа скребка, чтобы буераки преодолевать. Все. До завтра.